В последнюю декаду декабря зима в Ненецком округе окончательно вступила в свои права. На смену небольшим метелям и снегопадам придет значительное похолодание. О том, какую погоду ожидать в ближайшие дни, расскажет Александра Литкова. Небольшие снегопады с ветром и легкий мороз. Такая погода держалась на территории Ненецкого округа с начала ноября. И, как говорят метеорологи, это является небольшим отклонением от нормы. Декабрь в этом году также удивил среднесуточными температурами. Начало декабря, первая декада декабря, она была значительно теплее, чем должна была бы быть по среднем многолетним данным. Потом вторая, получается, декада декабря у нас, ну, в общем-то, была близка к средним многолетним температурам. И сейчас у нас вот именно аномальное отклонение в сторону холодных температур. И в целом у нас получается, что весь декабрь у нас вошел в норму. Ну, может быть, он будет немного холоднее, чем... За пределами нормы и высота снежного покрова. На конец декабря отметка в два раза ниже, чем за предыдущие три года. И кого-то из северян мягкая зима вполне устраивала. Впрочем, большинство все же ждали настоящей заполярной зимы с морозами. Да, морозы – это более такая благоприятная погода, вот лично для меня. Ну, безветренная, конечно. Я жду. Ну, конечно, очень ждали это все рыбаки, да, кто на речке, с речкой связан. Но они, конечно, ждали морозов. И они наступили. Ура! Мне нравится спокойная, холодная погода, градусов 20-25. Я люблю на январь. Мне нравится, когда холодно, когда снег, когда зима, когда дети радуются, ходят на горку, катаются. Здорово! Крепкие морозы, когда столбики термометров опустятся до 34 градусов, продержатся несколько дней. Затем вновь ожидается относительно теплая погода со снегом и усилением ветра. Температурный фон будет в пределах от минус 20 до минус 34 градусов днем и ночью. Ветра будут преимущественно восточных направлений, не сильные, то есть 4-5 метров в секунду. Начиная уже с 26-27, ближе к концу недели, у нас температура повысится, она будет составлять минус 17 градусов. У нас будут осадки в виде снега и ветер усилится до 11 метров в секунду. В свою очередь спасатели напоминают о том, что в сильные морозы и ветер лучше воздержаться от дальних поездок. В связи с холодной погодой, Главное управление по Ненецкому автономному округу рекомендует сократить время в нахождении на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей. Одеваться многослойно и в натуральные ткани, прятаться от ветра. Во время протапливания печей не допускать их перекала. Для обогрева помещения используйте только исправные бытовые электропереборы и не перегружайте электрическую сеть. При понижении температуры воздуха до минус 30 градусов занятия в начальных классах отменяются. Для учащихся среднего звена вынужденный выходной устроят, когда столбики термометров опустятся до минус 35. В 9 и 11 классах школ и учреждениях среднего профессионального образования при минус 40 градусах. Информацию об отмене уроков родители могут уточнить у классных руководителей, либо посмотреть в сообществе Ненецкий автономный округ в социальных сетях. Также эту информацию предоставляет Ненецкая телерадиоощательная компания в эфире Радио Север-ФМ.